Механические кресла-коляски были предоставлены ветеранам Второй Карабахской войны. Они европейско-турецкого производства. В мероприятии участвовал председатель агентства по реабилитации и медико-социальной экспертизе Джавид Абдулгадиров. На первом этапе механические кресла-коляски получили пять участников Отечественной войны. Управлять такими креслами ветераны смогут без посторонней помощи. Сражался в направлении Агдамского района. Потерял обе ноги. В результате минометного обстрела был ранен осколками в Губадлинском районе. Потерял нижние конечности. Получил перелом руки. Я получил ранение в ногу-руку. До сих пор в голове остались осколки. На войну отправился в качестве добровольца. Был ранен 5-6 октября. С тех пор нахожусь в больнице. Хочу для начала научиться передвигаться с помощью протеза. И после отправиться домой. В помощь мне будет это механическое кресло-коляска. Она в разы упрощает передвижение. Вначале такими колясками обеспечены будут ветераны Второй Карабахской войны. На следующем этапе, по словам Джавида Абдулгадирова, предоставляться механизированные кресла-коляски будут в случае наличия медицинских показаний от лечащего врача. Социальная поддержка со стороны правительства ветеранам Карабахской войны играет первостепенную роль. В этом направлении открытие реабилитационного пансионата Шага запланировано в марте текущего года. Подобную роду центры в последующем откроются в Шамкирии и Габале. Тем самым число лиц с инвалидностью, которым окажет помощь, достигнет 30 тысяч. За последние два года в эксплуатацию были сданы 11 реабилитационных и социальных учреждений. Председатель агентства отметил, что с декабря прошлого года 15 военнослужащих были обеспечены высокотехнологичными протезами. Кроме того, в послевоенный период 210 ветеранам были предоставлены 1220 реабилитационных средств.